1973 год. На орбите впервые белорус, лётчик-космонавт, дважды герой Советского Союза Пётр Климук. Спустя 4 года в 77-м прошлого века в космосе ещё один белорус. Также дважды герой СССР Владимир Ковалёнок. Уже в веке 21-м, в 2012-м космос покоряет Олег Новицкий. Россиянин по паспорту, но, как он сам скажет в одном из интервью, белорус по рождению. И, наконец, весной 2024-го впервые в истории независимой Беларуси прозвучит то самое долгожданное «Космос наш». 23 марта в составе экипажа 21-я международная экспедиция на МКС отправилась наша Марина Василевская, став первой женщиной-космонавтом в истории суверенной Беларуси. О роли науки в этом поистине историческом событии будем говорить в ближайшие полчаса, чтобы в очередной раз убедиться, для науки нет границ, и что в космосе она, возможно, даже ближе, чем на Земле. Меня зовут Екатерина Берецкая. Здравствуйте и не пропустите в программе. Как это было? Исторические кадры старта с космодрома Байконур, две недели в космосе и возвращение на Землю. Пять научно-исследовательских и два образовательных проекта. О предварительных результатах научной работы в условиях невесомости в нашем репортаже. И большой разговор в студии программы о самых последних разработках белорусских ученых в области космических технологий. Решение о том, что представительница нашей страны отправится в космос на российском корабле, было принято на высшем уровне. Договорились об этом президенты Беларуси и России. В декабре 2021 года глава Роскосмоса попросит белорусскую сторону выбрать девушку для полета. И уже через год, в декабре 2022, из более чем двух тысяч претендентов выберут всего шесть. Финальный этап состоится уже в российском центре подготовки космонавтов. Именно основного космонавта, ее дублера, объявят в мае 2023. Потом еще около восьми месяцев подготовки и долгожданный для всей страны полет к звездам. О значимости этого старта для белорусской науки в нашем первом репортаже. Эти кадры навсегда останутся в истории суверенной Беларуси. Вся страна следила за тем, как в космосе работает команда Союзного государства, в которую вошла первая женщина-космонавт Беларуси Марина Василевская. С орбиты космонавты вернулись 6 апреля. Посадка в степи Казахстана в штатном режиме. Но, конечно же, в объективе десятков фото и видеокамер. То, что я видела своими глазами, это что-то нереальное. Земля такая большая, мощная, сильная. Я желаю всем людям на Земле, чтобы они ценили и берегли то, что мы имеем. Потому что это невероятная красота, что я увидела. А дальше всего несколько дней реабилитации. И уже 11 апреля, сразу после прилета на родину, первого космонавта Беларуси приветствует лично президент нашей страны во Дворце Независимости. И торжественная церемония со слезами счастья на глазах. Марине Василевской присвоено звание Героя Беларуси. Я счастлива получить такую высокую награду от президента Республики Беларусь. Просто мне еще даже, наверное, не верится. Конечно, космический полет я посвящаю своей родной Беларуси, своим белорусам, любимым, которые меня поддерживали. Такая космическая история, можно даже и сказать, что через тернии к звездам. Величайшей победой нашей страны назвал этот полет в космос Александр Лукашенко, отметив, что это событие вывело суверенную Беларусь на новый уровень участия в космических программах. Мы – космическая страна. Если бы не было развития космоса в Беларуси, с нами никто бы не разговаривал. Нам бы никто и не предложил лететь нашим девчонкам в космос. Мы умеем делать для космоса очень много. В ближайшие годы мы забросим в самый передовой в мире спутник вместе с россиянами. Мы его делаем в космос с разрушающей способностью 25-30 сантиметров. Это высокие технологии, высочайшие. Самый главный космический проект союзного государства на данный момент – это разработка нового аппарата, который запустят предположительно в 2028-м. Ну а если говорить о самых амбициозных планах, то это покорение Луны. Программа ее освоения находится на стадии обсуждения с российской стороной. Можно говорить сейчас с уверенностью, что в Беларуси сформирована космическая индустрия, космическая отрасль, в которую в настоящий момент входит уже более 20 промышленных и научных предприятий. Здесь и соответствующее программное обеспечение разрабатывается, и наша оптика, она прежде всего используется и на наших аппаратах, и активно пользуется спросом и в космической программе Российской Федерации. Китай очень заинтересован в сотрудничестве. Поэтому мы можем говорить, что данный полет является продолжением, успехом, торжеством нашей белорусской программы, но в том числе это развитие, которое идет и дальше. Что же касается научной составляющей исторического полета первого космонавта суверенной Беларуси, то за 12 суток в космосе была выполнена серьезная научная программа, разработанная учеными Союзного государства. В ней только наших белорусских, пять научных и два образовательных проекта. Все задачи Марина Василевская выполнила в полном объеме. И символично в День космонавтики в 2024 году президент России наградил первого космонавта независимой Беларуси орденом Гагарина. Вы смотрите проект «Наука рядом». Сегодня разбираемся в самой громкой научной теме этого года – космос. И вот еще о чем расскажем. Видеть мельчайшие объекты из космоса. В чем особенность спутника, запуск которого запланирован на 2026 год. Прогнозировать магнитные бури не только, а как информация, которую получают наши ученые из космоса, помогает белорусам в повседневной жизни. И что еще в планах у исследователей космических технологий Беларуси, узнаем через несколько минут. Для тех, кто только что к нам присоединился, рассказываю. Вы смотрите проект «Наука рядом». И сегодня мы говорим о том, что стало реальностью благодаря науке об освоении космоса и о самых последних разработках в этой сфере. У нас в студии сегодня эксперт высшего класса. Это человек, занимающий ключевое место в истории развития космической отрасли нашей страны. Директор геоинформационных систем Академии наук Беларуси Сергей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. 2024 год стал знаковым для нашей страны. Первый белорус, точнее белоруска в истории независимой Беларуси в космосе. Но мы-то знаем, что исследование и подготовка, наверное, вот к этому самому старту началась задолго, может быть, даже до образования суверенной независимой Беларуси. В Беларуси основы космического приборостроения создавались еще в 50-е годы. Минский механический завод, которому впоследствии было присвоено звание имени Вавилова, в конце 50-х изготовил аэрофотоаппарат, который был установлен на межпланетную станцию «Луна-3». И 7 октября 1959 года впервые была сфотографирована обратная сторона Луны нашим белорусским фотоаппаратом. Позднее, уже в 80-е годы, в рамках Центрального конструкторского бюро «Перинг», сейчас это отдельное предприятие, флагман космического приборостроения, изготовил целый ряд приборов, которые устанавливались на советские космические аппараты «Зенит» для топографии, исследования природных ресурсов. Была сделана многозональная камера МК-4, и снимки вот с этой камеры до сих пор находятся в архивах России, и они очень хорошего качества. И целый ряд наших соотечественников были удостоенными правительственными наградами, в том числе государственными премиями Советского Союза. Подходим к веку 21-му, самое начало, 2003 год. Его тоже, я знаю, можно назвать знаковым. Тогда было принято президентом решение о создании белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли. Вы уже были свидетелем вот этого. Вспомните, расскажите, как это было, и почему этот год, 2003, тоже называют люди, которые работают в космической отрасли, ну, действительно, таким знаковым этапом. Был еще 2002 год, когда в стенах Академии наук очень активно прорабатывался вопрос, нужен ли нам собственный космический аппарат, зачем он нужен, можно ли мы сделать в кооперации, с какими организациями можно это было сделать. Было подготовлено достаточно много документов, аналитических обзоров, было много совещаний, и в конце концов было знаковое совещание у президента нашей страны. На этом совещании присутствовало руководство Роскосмоса и ведущие специалисты Центрального научно-исследовательского института машиностроения, СНИМАШ, это фактически базовый институт Роскосмоса, который свое начало берет еще в НИИ-4 КБ Королева. Вот эти специалисты сделали доклад, показали возможность создания такого аппарата, его необходимость, соответственно, было еще оценено потенциальные возможности наших предприятий. И вот на этом совещании президентом страны было принято решение о том, чтобы создать белорусскую космическую систему и создать белорусский космический аппарат. Причем сам телескоп, это сердце вот этого аппарата, опять же, изготавливалось нашим пилингом. И вот в 2003 году был подписан указ. Мы начали работать. Тогда разработчиком платформы была выбрана РКК «Энергия», то есть тоже королевская фирма. Пилинг сделал телескоп. Это как раз то время, когда наше отечественное предприятие вышло на новый качественный уровень. До сих пор делалась оптика для работы в тепличных условиях. То есть вот эти телескопы, они устанавливались либо на международной станции, либо в герметическом корпусе. А вот это уже аппаратура нового поколения, она работает в условиях открытого космоса. Соответственно, требования к всем бортовым системам совсем другие. И вот Пилинг такой телескоп сделал. Этот аппарат в 2006 году был готов к запуску. Ну, к сожалению, на старте была авария ракетоносителя. На запуске присутствовал президент. Конечно, для нас это было шоковое состояние. Но там же, на космодроме, мы получили поручение президента все-таки аппарат свой сделать. И в 2012 году этот аппарат был сделан и успешно запущен. Неудачи, они же все-таки закаляют. Да. Тем более, что в такой космической отрасли, мне кажется, ну, не все сразу, не все так быстро. Вот про 2012, про спутники-близнецы, как спутник вообще работал и, ну, скажем так, оправдались ли ожидания? Когда проектировался вот этот аппарат, было сделано технико-экономическое обоснование, вообще вот такого рода систем. И экономический эффект от такого рода изделия – это совокупный эффект. Он никогда не получается за счет какой-то одной компонента. Есть такое мнение, что вот спутник космические снимки получает. Если их продать, то можно купить аппарат. Нигде в мире это не происходит, потому что стоимость космической информации, она очень сильно меняется. Пока ее мало, она дорогая. Для того, чтобы создать много таких аппаратов, нужно создать соответствующие технологии их изготовления. И дальше уже продаются аппараты. Вот если взять пример нашего белорусского космического аппарата, в 2012 году было запущено два космических аппарата, аналогичных, где стояла целевая аппаратура пилинга. Это оптика с разрешением 2 метра в панхроматическом режиме и 10 в многозональном. Посмотрев на вот этот успешный опыт работы этих аппаратов, Россия заказала пилингу еще пять таких телескопов. И сейчас на орбите летает шесть российских аппаратов-конопусов и один наш. То есть группировка фактически, ну вот один уже российский сейчас выведен из эксплуатации, но шесть. Группировка из шести аппаратов решает задачи в интересах России и Беларуси. Более подробно тему работы спутников изучили мои коллеги. Давайте посмотрим сюжет и вернемся в студию. Если говорить языком простым, спутник позволяет наблюдать за поверхностью планеты. Сейчас на орбите находятся четыре белорусских спутника. Среди них спутник связи и телевидения, а также два учебных Белгосуниверситета. А в Академии наук в это время в разработке белорусский космический аппарат номер два. Скидный проект сделан, сейчас выполняется рабочий проект, ну и закупаются необходимые материалы и изделия. Он будет делать то, что и этот спутник делал. Ровность и фотографировать сегодня с космоса Землю, но с более высоким разрушением. Если разрешение здесь было 2 метра, то это 0,35 метра. У нового аппарата будет более точная оптика, расширенная база данных и самое современное оснащение. Если раньше на снимке спутника можно было при максимальном приближении разглядеть легковую машину, то сейчас человеческую фигуру. Аппарат — это фотограф-роб. Для того, чтобы сделать съемку, мы рассчитываем траекторию движения аппаратов на сутки. 15 витков. Мы накладываем снимки на земную поверхность, видим траекторию движения. Метеопрогноз нам дает данные на момент возможной съемки. Если погода позволяет, рассчитываем настройки съемочных камер. Ну и после этого формируем полетное задание. В полетном задании учитывают не только погодные условия, но и различные ЧП. Пожары, наводнения, землетрясения. Так как их нужно отснять в первую очередь, чтобы экстренно получить информацию. И все данные попадают в центр управления полетом. Он прилетает у нас со скоростью 7,8 км в секунду. Если мы включим съемочные системы, за одну секунду он может отснять сразу 150 квадратных километров. С момента запуска, запуск был осуществлен 22 июля 2012 года, Белорусский космический аппарат совершил 64 тысячи 85 витков вокруг Земли. Ну а дальше сброс информации, то есть передача картинки, которую сфотографировал спутник через земные антенны на базы приема. Для этого в космическом центре оборудована специальная тарелка. Ее диаметр 9 метров, а вес 14 тонн. Когда спутник пролетает через зону действия антенны, из центра управления полетом поступает команда, информация в виде сигнала отправляется на Землю. Когда снимки оказываются в космическом центре, их расшифровывают. Ну а специалисты из самых разных областей смогут отследить, что происходит в разных частях нашей планеты. Сергей Анатольевич, о сотрудничестве с Роскосмосом. Над чем работаете сейчас? Какие союзные программы? Мы вот так вот плавненько подошли к настоящему. Дистанционное задерживание Земли. Есть два таких ключевых направления. Одно направление, когда создаются большие серьезные аппараты с оптикой, с разрешением лучше метра. И вот в этом направлении сейчас создается российский-белорусский космический аппарат с разрешением 35 сантиметров, где платформу разрабатывает российское предприятие кооперации ОВНИЭМ, а целевую нагрузку телескоп делает наш пеленг. И второе направление – это маленькие космические аппараты. Это направление зародилось как студенческие, то есть аппараты легенькие, требования к ним изначально предъявлялись не жесткие, и не требовалась долгая их жизнь на орбите. Цель вот этих аппаратов – это учебный процесс плюс отработка каких-нибудь технологий новых. Вот нужно что-то попробовать, которое на Земле невозможно поставить эксперимент, тогда делается вот такой маленький аппарат, он дешево запускается, проверяется принципы, и дальше потом это внедряется уже в большом серьезном изделии. Но в связи с тем, что микроэлектроника очень бурно развивается, и сейчас габариты микросхем уменьшаются, качество, математика новая разрабатывается, то сейчас уже век, когда на орбите работают группировки. Да, такой аппарат маленький, у него функции в рамках одного аппарата ограничены, но если их много, то эти функции могут быть распределены. Поэтому, допустим, одна из союзных программ, которая сейчас выполняет комплекс СГЭ, в рамках которой создается группировка маленьких аппаратов. Один аппарат делает Беларусь, и два аппарата делает Российская Федерация. Эта группировка предназначена для исследования околоземного пространства. На одном из аппаратов российских, он побольше, там он будет килограмм, допустим, 50-60, а вот эти маленькие килограмм 10. Будет установлена камера, она будет упрощена, хотя по своим характеристикам она где-то тоже 2 метра будет. То есть вот если наш аппарат летающий весит 500 килограмм, и разрешение дает 2 метра, то тот аппарат будет весить 50 килограмм и давать такое же разрешение. Наш пилинг тоже сделает такую оптику для вот этого аппарата. А на маленьких аппаратах будет установлена аппаратура для исследования ионосферы, исследования Солнца. То есть аппаратура, которая фактически будет работать на космическую погоду, о которой сейчас много говорят. Вот как раз-таки о космической погоде хотелось бы поговорить подробнее, потому что вспышка на Солнце, например, предшествует магнитной буре, о которой, да, все люди знают. То есть, по сути, вот то, что вы делаете вместе с российскими специалистами, можно будет обычным людям как бы применять, использовать? Сегодня действительно космическая погода, вернее, скажем так, поскольку появляются новые инструменты исследований, то можно уже строить математические модели и какие-то технологии использования вот этой информации. Если говорить о вспышках на Солнце, этот факт известный, потому что после вспышки на Солнце где-то вот это жесткое космическое излучение достигает Земли в течение, там, нескольких часов, а магнитная буря развивается в течение двух-трех суток последующим образом. И вот это как раз элемент, который позволяет говорить о неком прогнозе. Последствия магнитной бури тоже сегодня активно изучаются, потому что уже накоплена и статистика мировая в результате вот этих сильных геоиндукционных токов, которые возникают в сетях энергопередач, это как следствие магнитной бури, наблюдался выход из строя автоматика ряд энергетических систем, даже атомных станций. Такие это известные эффекты в Канаде, в Швеции, в Китае. Ну и мы сегодня наблюдаем тенденцию, когда магнитные полюса смещаются к югу, и за счет этого такой эффект, как северное сияние, уже наблюдается и в Белоруссии. Имея эту аппаратуру, которую сейчас у нас есть, мы фактически смогли построить трехмерные модели неоднородности айносферы. Что с ними делать, это мы еще должны понять. По крайней мере, это как инструмент, которым нужно научиться еще пользоваться. Поэтому очень плотное взаимодействие с людьми, которые занимаются эксплуатацией, которые занимаются исследованиями. У нас специально работает группа математиков в Одинном институте проблем информатики, которые фактически строят математические модели и айносферы, их неоднородности. Еще одна интересная тема о создании системы мониторинга парниковых газов. Вот, мне кажется, людям далеким от космоса, обычным, но очень сложно вообще понять, как это можно сделать. Простыми словами объясните. Одна из моделей, которая сейчас обсуждается, глобальное потепление, это за счет того, что в результате деятельности человека, в результате выбросов в атмосферу, результатов работы тепловых станций, машин и так далее, вот это является причиной вот такого всеобщего потепления. Вот эти выбросы, в принципе, их можно контролировать со стороны космических аппаратов. То есть сейчас такие аппараты разрабатываются. Это, допустим, на нашем космическом аппарате есть многозональная камера, там 4 спектральных диапазона, но это фактически она предназначена для улучшения изображения. Но сейчас достаточно делается много приборов, так называемый гиперспектральный анализ, когда не 4 диапазона, а 200 диапазонов узких. На основании вот этого спектрального анализа можно химический состав определить вещества дистанционно. Такая аппаратура может быть установлена на спутнике, и дальше может быть определено, скажем так, качество, вернее, какие это выбросы. Сколько там азота, сколько там каких-то других веществ и так далее. Можно по интенсивности, опять же, посчитать ориентировочные выбросы. Возвращаясь к главной, наверное, космической теме 2024 года, полету нашей белорусской, мы знаем уже об исследованиях, которые были проведены в космосе, в этот полет, что в планах дальше. Я понимаю, что там, наверное, еще неизведанного гораздо больше, но наверняка у вас уже точно есть какой-то план. Пилотируемая космонавтика для Белоруссии – это направление новое, и это вот первый опыт взаимодействия здесь с Роскосмосом, потому что вот те семь экспериментов, которые сейчас наша Василевская проводит, они длительно и долго согласовывались с ведущими организациями исследовательскими Роскосмоса. Это Институт медико-биологических проблем, РКК «Энергия» и так далее, потому что на самом деле любой объект, который поднимается на МКС, он проходит достаточно жесткую проверку с точки зрения не навредить космонавтам и аппаратуре, которая там находится. И плюс те эксперименты, которые там проводятся, они тоже должны быть для Международной станции безопасны. Поэтому, безусловно, в космосе обычно планируются те эксперименты, которые на Земле либо невозможно провести, либо это связано с какими-то очень сложностями. Ну, это отдельный процесс. Я скажу, что программа действующего полета, она где-то полгода согласовывалась. Поэтому я думаю, что когда у нас возникнет желание и возможность продолжить эту тематику, соответственно, будут продолжены и эксперименты, и спектр будет расширен, поскольку у нас уже сейчас накапливается опыт в этой сфере. Сергей Анатольевич, спасибо огромное, что нашли время в своем плотном графике. Мы знаем, как непросто, но, тем не менее, нашли время для нашей программы. Вам и вашим коллегам, конечно же, удачи. Пусть все получится. Продолжайте нас удивлять. Спасибо. Всего доброго. Это не моя личная слава, сказал в свое время первый в мире космонавт Юрий Гагарин и продолжил. Разве я мог бы проникнуть в космос, будучи одиночкой? Это слава нашего народа. До конца понять глубокий смысл этих слов мы, современные белорусы, наверное, смогли только сейчас, став свидетелями нашего пути в космос. И, пожалуй, имеем право сегодня добавить, это не только слава нашего народа, но и огромный труд. И в первую очередь труд белорусских ученых. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова